Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций – введение в священное писание Нового Завета. Тема лекции – принципы новозаветного толкования. Сегодня мы будем говорить на очень важную тему, посвященную принципам толкования Библии. Как уже прежде в предыдущей лекции было упомянуто, принципы и методы – это основная содержательная часть библейской герминевтики. Можно дать следующее определение принципам толкования. Принципы толкования – это априорные, то есть принимаемые изначально без доказательств идеи, от которых отталкивается экзегет, приступая к толкованию текста. Фактически принципы толкования представляют собой ту часть предания, в рамках которого происходит интерпретация текста. Следует отметить то исключительное место, которое отводит принципам толкования современная философская герминевтика, «Поскольку по мысли Гадамера они могут быть важнее самих методов толкования». Цитата. «Задача герминевтики заключается вообще не в том, чтобы разработать метод понимания, но в том, чтобы прояснить те условия, при которых понимание совершается. Однако далеко не все эти условия – суть способ или метод, который мы в качестве понимающих могли бы применять по собственному усмотрению. Скорее, они должны быть нам даны». Конец цитаты. Это очень важно, потому что иногда люди, которые хотят узнать о какой-то регулярной основе, которые позволят им толковать Священное Писание, говорят «дайте мне метод толкования». И с удивлением обнаруживают для себя, что метод сам по себе еще не все. Может быть, дан метод как алгоритм, как некая последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы истолковать библейский текст. Но если мы даем одну группу априорных предпосылок, если мы придерживаемся одного мировоззрения, то этот метод даст нам на толкование библейского текста один смысл. Если же мы изначально придерживаемся других предпосылок, например, мы не считаем, что Бог существует, мы считаем, что надо читать Библию так, как будто бы это было произведение обычного человеческого ума, то тогда тот же самый метод, но примененный на поле иных принципов, иных априорных предпосылок, даст нам совсем другой смысл для Священного Писания. В связи с этим изучение априорных предпосылок или принципов является очень важно. И мы можем выделить следующие церковные принципы для новозаветного толкования. Принцип номер один. Чтение Библии как богодухновенного текста. Этот принцип очень важен, потому что мы с вами считаем, тексты Священного Писания содержат в себе божественное откровение. Это не продукт деятельности только человеческого ума. Когда мы разбирали тему богодухновенности, мы говорили о некоем соработничестве. Бог открывает знания о себе, о своем промысле по спасению мира, но при этом еще и направляет Священного Автора, дабы человек изложил божественную весть, Слово Божие с минимальной степенью погрешности. А лучше даже и без погрешности, чтобы максимально точно выразить божественную идею. Что следует из этого важного первого принципа, что мы Библию воспринимаем как богодухновенный текст? Из этого следует, что библейских авторов мы не можем заподозрить в сознательном обмане читателей. И более того, мы предполагаем, что и неосознанные погрешности минимизированы, потому что Бог, Святой Дух, направляет деятельность библейского автора при написании той или иной библейской книги. Какие еще можно сделать выводы, если мы основываемся на богодухновенности Священного Писания? Об этом очень хорошо писал профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Николай Неконорович Глубаковский. Цитата. Нашему рассмотрению подлежат хотя также письменные памятники, но священные. Эта литература, но уже не профана, то есть мирская, а сакра, то есть священная. Поэтому она выходит за пределы нашего суда и выше человеческой критики, ибо составляет предмет благоговейного поклонения людей, стремящийся к возможно верному ее пониманию и возможно полному и всестороннему усвоению. На этом основании и литературная история таких писаний совсем иная. И задача науки, признав их богодохновенное происхождение, восстановить ее, то есть историю, по сохранившимся известиям, чтобы сделать самые памятники более доступными для человеческого восприятия, привыкшего к известным требованиям. Что до содержания, то наша задача в данном случае еще уже и определеннее. Мы должны лишь в возможной мере постичь мысль священного писателя, приблизиться к ней, уловить ее во всей первоначальной чистоте, не привнося ни малейшего призвука со своей стороны. Мы изучаем книги священные, слово Божие и принимаем это за аксиому, не требующую ни оправданий, ни пояснений. Конец цитаты. Второй принцип церковного толкования Библии заключается в следующем. Обращение к экзегезе церковных толкователей. Это не просто рекомендация, это не просто пожелание, это правило одного из вселенских соборов, которое предписывает исследователям, толкователям, изучая текст Библии в спорных или непонятных местах, руководствоваться не своим субъективным мнением, а прибегать к опыту, который есть, к опыту толкования наших предшественников, церковных авторов, в том числе и святых отцов и учителей церкви. Это правило 19-го Вселенского Собора, который иначе именуется Трульским, а иногда 5-6-ым. Вот как оно звучит. Предстоятели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных Отец. «И аще будет исследуемо слово Писания, то неинако да изъясняют оны, разве как изложили светило и учители церкви в своих посланиях, и сими более да удовлетворяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклонитесь от подобающего. Ибо через учение вышереченных Отец люди, получая познание о добром, о достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугам неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхам угрожающих наказаний соделывают свое спасение». Конец текста 19-го правила 6-го Вселенского Собора. Известный церковный канонист, толкователь Никодим Милош указывает, что в данном правиле имеются три требования. Первое, чтобы епископы, предстоятели церкви, получали вверенный им клир, то есть проповедовали бы постоянно и особенно в воскресные дни. Второе, чтобы проповедник основывался на Священном Писании. И третье, то, что нас с вами интересует, чтобы проповедник в своих проповедях не изъяснял Священное Писание иначе, чем как его в своих писаниях истолковали святило церкви святые отцы. Конец цитаты из Никодима Милоши. Если кто-то скажет, но как же быть? Мы, следуя уже предшествующим нам авторам, не можем открыть ничего нового. Неужели мы должны заниматься всего лишь пересказом Иоанна Златоуста, Василия Великого или, может быть, древолюционных наших светил, как святители Филарета Дроздова или, например, епископа Михаила Лузина? Конечно же, речь в правиле идет не об этом. Речь идет о том, что, когда возникают спорные вопросы с точки зрения догматического богословия или иногда спорные вопросы, которые касаются каких-то деталей, нюансов толкования Священного Писания, в этой ситуации лучше прибегнуть к авторитету лиц, которые жили прежде нас и мнение которых принято церквью в качестве руководящего. Об этом же говорит, подтверждая 19 правила 6 Вселенского Собора и текст Послания восточных патриархов 1848 года, где во втором члене мы читаем. Цитата. «Веруем, что Божественное Священное Писание внушено Богом. Посему мы должны верить Ему беспрекословно, и при том не как-нибудь по-своему, но именно так, как изъяснила и предала Оная Кафолическая Церковь. Ибо Исуи мудрее еретиков принимают Божественное Писание, только превратно изъясняют Оное, пользуясь иносказательными и подобнозначащими выражениями и ухищрениями мудрости человеческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не подлежат шуткам». Иначе, если бы всякий ежедневно стал изъяснять Писание по-своему, то Кафолическая Церковь не прибыла бы по благодати Христовой, данной не такую Церковью, которая, будучи единомысленно в вере, верует всегда одинаково и непоколебимо, но разделилась бы на бесчисленные части, подверглась бы ересим, а вместе с тем перестала обыкнуть Церковью Святых и Святою с толпом и утверждением истины, но соделалась бы Церковью лукавнующих. То есть, как должно полагать без сомнения, Церковью еретиков, кои не стыдятся учиться у Церкви, а после беззаконно отвергать ее. Поскольку виновник того и другого есть один и тот же Дух Святый, то все равно от Писания изучаться или от Вселенской Церкви. Человеку, который говорит сам от себя, можно погрешать, обманываться и обманывать, но Вселенская Церковь, так как она никогда не говорила и не говорит от себя, но от Духа Божия, которого она непрестанно имеет и будет иметь своим учителем до века, никак не может погрешать, не обманывать, не обманываться, но подобное Божественному Писанию непогрешительно и имеет всегдашнюю важность. Конец цитаты. Вот эта цитата из послания восточных патриархов подводит нас к следующему церковному принципу новозаветного толкования, который называется догматический подход. Почему это тоже важный принцип? Предыдущий гласил, что в каких-то непонятных, сомнительных, спорных вопросах мы, толкователи церкви, обращаемся к опыту наших предшественников. Но иногда бывают ситуации, когда трудно сразу найти нужное количество произведений святых отцов. Нужно найти, искать и найти те места, где они говорили на ту или иную тему. Но ведь важнейшие вопросы, вопросы богословия, то, что мы называем догмы, когда они выражались на церковных соборах, то предварительно эти догмы формулировались как раз святыми отцами на основании изучения священного писания. Поэтому, если нам сложно мгновенно или быстро найти интересующее нас место в святотических произведениях, мы можем обратиться на более высокий уровень. На уровень уже сформулированных в истории церкви догматов. Мы тем самым не пренебрегаем уровнем святотических произведений, но мы говорим, что догматы – это квинтэссенс, это выжимка, это резюме святотических произведений. Поэтому, если мы толкуем священное писание, например, Евангелие, у нас возникает вопрос, является ли Сын Божий именно Богом, или в некоторых случаях он так о себе говорит, например, мой отец больше меня, или «О дне том и часе никто не знает ни ангелы, ни даже сын» и так далее. Говорит о себе Христос таким образом, что можно подумать, что он не является Богом, он является всего лишь высшим из творений Божьих. Может быть, так давайте толковать? И обратившись к догматике православной церкви, мы увидим, что это мнение, это толкование ложное, потому что оно было отвергнуто, как ересь арианства. И так далее. Получается, что если мы обращаемся к догматам, то по важнейшим вероучительным определениям мы уже имеем справку, или лучше сказать, основание для нашего с вами толкования. Конечно, как второй, так и третий принцип взаимно друг друга дополняют. Мы обращаемся к святотическим произведениям и в тех ситуациях, когда обсуждаются вопросы, не сформулированные в виде догматов. Ну и, конечно же, когда лучше хотим понять догматическое значение того или иного текста священного писания, мы тоже прибегаем к святотическим произведениям. Поэтому принципы 2 и 3 являются взаимнодополняющими, и мы их оба имеем в виду при толковании новозаветного текста. Принцип номер 4. «Личная вера и аскетический опыт толкования Библии». Мы приходим к очень важному вопросу. А может ли человек, даже исповедующий церковную догматику, вероучение, жить не по западе Божьим, жить какой-то такой мирской, светской жизнью, но при этом быть хорошим толкователем священного писания? И вот на этот вопрос необходимо дать отрицательный ответ, потому что церковная экзогеза не сводится только к работе интеллекта, но требует и напряженной работы духа, что невозможно без личной веры и аскетического, в том числе молитвенного, в том числе богослужебного опыта конкретного человека. «Ссылаясь на замечательного святого древней церкви, блаженного Федорита Кирского, который указывал на то, что душевное зрение бывает омрачено туманом по причине безверия или овладевшей страсти, Николай Николаевич Глубаковский делает следующий вывод». Таким образом, испытующим писание нужна чистота душевного ока для постижения евангельско-апостольской истории. Отсюда основное правило истолкования священных книг вообще и новозаветных в частности должно заключаться в признании, что сообщенное от Бога и может быть раскрыто только Богом. Экзогет постигает лишь в той мере и силе, насколько дает ему Господь. Так что в ведении Писания есть, собственно, дар Троицы». Конец цитаты. И вот когда скептические исследователи, иногда не только не ведущие церковный образ жизни, но, бывает так, и вообще люди неверующие, пытаются предложить нам свое понимание, свое толкование священного Писания, то они нам говорят, «Вы находитесь в золотой клетке вашего богословия Церкви, а мы независимы». И пытаются именно это выставить в качестве своего преимущества, что мы, церковные люди, уже ограничены своим церковным мировоззрением, а они, неверующие или маловерующие, они открыты ко всему, они объективны. И вот здесь стоит вопрос, а возможно ли вообще некое объективное толкование Библии и объективное толкование какого-либо человеческого документа? Вплоть до 20 века предполагали и думали, что да, возможно. Это было связано с тем, что доминировала эмпирическая точка зрения в физике. Мы сами помним, что в ньютоновской физике присутствие испытателей во время опыта, эксперимента, никак на этот опыт или эксперимент не влияет. Сталкиваются две тележки, и они потом разъезжаются. Если вес этих тележек, ускорение, с которыми они сталкиваются, одинаковы, то опыт будет давать всегда один и тот же результат. Стоит экспериментатор рядом, или отошел на 5 метров, или находится в километре от места измерения, результат одинаковый. Результат объективный. И вот этот объективизм в области физики и естественных наук влиял на представление о том, что возможен объективизм, объективное понимание и, соответственно, человеческих текстов. И в 18-19, даже в начале 20 века как раз атеисты, неверующие говорили, наше понимание Библии, наше понимание священных текстов объективно, потому что мы не ограничены догматами. Пришел век 20-й. Физика элементарных частиц показала, что ее законы уже совсем иные. Они не только описываются с помощью вероятностных уравнений, но в этих законах присутствие экспериментатора во время опыта влияет на результат эксперимента. Проводили исследования в камере Вильсона, когда электрон вылетает из электронной пушки и, соответственно, на экране можно видеть, куда он попадает. И вот нельзя заранее предсказать, куда именно полетит следующий электрон. Можно это предсказать с определенной вероятностью. Например, вероятность 0,6 или 60% что он полетит в центр экрана определенного радиуса и вероятность 0,4 40%, что куда-то полетит в край экрана, где молочко. Но куда именно полетит следующий электрон, это было неизвестно. И это неизвестно. И более того, вот в этих уравнениях физики элементарных частиц вообще говоря, учитывается не просто присутствие экспериментатора. То есть, если он находится рядом, он влияет на результат эксперимента. Но само существование экспериментатора в мире уже влияет на то, куда полетит следующий электрон. Стало ясно, что объективизм в области физики невозможен, не существует. И поэтому и в области гуманитарных наук в 20 веке задумались над тем, а возможен ли объективизм в гуманитарных исследованиях. Ответом философской германевтики стало твердое? Нет. Ответ более подробный следующий. При изучении любого человеческого текста, не только Библии, этот текст пропускается через сознание исследователя. Результат толкования зависит от мировоззрения человека, который читает и объясняет этот текст. И получается, что, конечно же, церковный толкователь имеет церковное мировоззрение, систему догматов, определенное вероучение, этическую систему и так далее. Но и атеист, который берет, читает текст Библии, он тоже имеет свое собственное атеистическое мировоззрение. Если верующий говорит, Бог существует, атеист говорит, Бога нет. Верующий говорит, раз Бог существует, он может вмешиваться в человеческую историю, и отсюда мы видим чудеса в Ветхом и Новом Завете, атеист будет говорить, нет, все, что описано как сверхъестественное, мы будем объяснять естественными причинами, то есть или какие-то природные явления, или особенно экстрасенсорные способности у пророков и так далее. И вот вывод следующий, атеистическое прочтение не может быть предпочитаемо, не может претендовать на то, что оно лучше, нежели прочтение церковного верующего человека. И то, и другое субъективны в том смысле, что они зависят от определенного мировоззрения. Поэтому сейчас уже мы не можем говорить, что существует объективное толкование Библии, и кто-то там, неверующий, лучше ее истолкует, нежели человек верующий. Но вообще говоря, когда мы обсуждаем этот вопрос, а он до сих пор актуален, до сих пор можно встретить и в интернете, и в разного рода популярных публикациях вот эту идею объективизма. Но обсуждая этот вопрос, мы должны коснуться еще одного аспекта. Если мы имеем учебник английского языка, и будем пытаться учить по нему французский язык, то, конечно, нам скажут, что мы действуем неадекватно, что мы люди безумны. Но вот точно так же Священное Писание Слово Божие написано для верующих. Если его пытается толковать человек нерелигиозный, не имеющий соответствующего молитвенного опыта, опыта участия в таинствах, то, конечно, это толкование, даже будучи субъективным, будет менее адекватным, чем толкование и понимание верующего человека. Итак, мы с вами перечислили четыре основных церковных принципа новозаветного толкования. И в заключение хотелось бы сказать об очень важном соотношении веры и знания у человека, который является церковным исследователем. Апостол Павел во втором послании Коринфянам в пятой главе в седьмом стихе говорит «Мы ходим верою, а не видением». То есть он подчеркивает верующий человек руководствуется не только разумом, не только умом, но еще и верой и в этом смысле интуицией верующего человека. Но не только верующий человек. Вообще говоря, и существует целая область научного знания, где важны вот такие вот изначальные недоказуемые априорные предпосылки. Например, это область космогонии, когда разрабатываются различные теории, говорящие о том, как возник этот мир. Об этом говорил и на это указывал, что составители космогонических теорий руководствуются верою, тот же сам апостол Павел, который в послании к евреям в 11 главе в 3 стихе писал следующее верою познаем, что веки, то есть миры, там стоит слово эон, что миры сотворены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. И действительно, мы, верующие люди, предполагаем, что мир сотворен Богом. Но неверующие люди могут предположить иное, что мир возник сам по себе, что из точки она расширилась, возникла огромная вселенная и так далее. Но все эти иные альтернативные предположения точно так же зиждятся на вере. Поэтому то, что наши основные четыре принципа церковного толкования Нового Завета базируются на вере, а не на каком-то точном знании, в этом нет ничего страшного с точки зрения научного исследования, научного изучения Библии. И более того, как мы видели по мысли Гадамера, вообще говоря, это неизбежная реальность. Всегда приступая к чтению любого документа, исследователь толкователь уже содержит ряд априорных предпосылок. Мы же придерживаемся своих церковных принципов, которые и выводят нас на предание православной церкви. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. видео.